Итак, всех приветствую, это Первый Взгляд на Циркл Эмпайр Стратегия. Вот такие у неё настройки, очень много языков. Давайте поскорее начнём. Игра одиночная. Так, выбираем лидера. Вождь Вульфхэм никогда не теряет бдительности, довёл до совершенства мастерство строительства стражевых башен. Начинает с бонусом в 300 дерева. Каждый захваченный круг получает плюс 2 башни. Волшебник Вилберфорс. Любит читать книги и кидаться огненными шарами. Следит, чтобы солдаты регулярно тренировались. Начинает с бонусом к золоту. И каждая захваченная игру получает один тренировочный манекен. Также есть Варвар Варк. Это человек, который почитает словам боевой топор. С каждым завоеванием, с каждым кругом завоёванным, всё больше воинов присоединяется к нему. Плюс 400 пищи, топорометателей больше. Так, ну давайте начнём с первым героем. С вождём Вульхамом. Там ещё много важных из Блочина. Так, режим игры. Охоте на монстров. Найдите цель и победите её, чтобы выиграть. Захватывать все другие круги не обязательно. Полное покорение. Захватите все круги, чтобы выиграть. Битва империи. Сражайтесь с империями под управлением компьютера, чтобы захватить весь мир. Но будьте осторожнее у врагов. А что у врагов, мы не знаем. Так, ну давайте битвы империи начнём. Нормально. Играю первый раз, так что может быть я зря выбрал битву империи. Вот количество кругов здесь. Выбираем число соперников. Один, два, три. Ну пусть будет три, пусть они друг другу мешают тоже. Надеюсь они будут друг другу мешать, а не только мне. Сражайтесь с империями под управлением компьютера, чтобы захватить весь мир. Но будьте осторожнее, у врагов те же планы. Приближайте, отдаляйте вид с помощью колеса мыши. Перемещайте вид при помощи ВСД и средней кнопки мыши. Круги с синими флагами принадлежат вам. Так. Интересно, тут она в реальном времени, да? Так, склад нам показывает, что нужно построить. Куда его лучше? Я без понятия, так что давайте сюда допустим. Так, а это что такое? Таинственный ящик. На самом деле, нифига себе, прикольненько, слушайте. А, это они тоже снизу. Ну сейчас меня, конечно, победят, потому что я туплю дико. Какие-то люди тыквы, смотрите, люди тыквы. Офигеть. А здесь что, люди манекены или что, это не бандиты какие-то? Здесь обычный человек, как я. Так. Рабочий. И что будет, если я рабочий вот так вот поставлю? А, у меня и так есть уже, да, рабочий? Рабочий. Цена 150 пищи, здоровье 50. А где пища? А, вот пищу они так добывают. Так она расходуется еще, эта пища? Ну-ка, тыква. Со временем растет, цена 200 дерева. Подожди, а дерево это куда-то как-нибудь назначить? Вот так вот, чтобы. Просто я создаю их, клацую, куда им надо, типа, идти. Вот это вот что-то хрень. Так, а дерево-то у меня тоже приносит они или что? Да, дерево потихоньку. Так, стражника. Это прометателя могу. Броня ближнего боя. А это улучшение, что ли? Башня, ядовитая башня. Ну давайте просто башню, вот прям, я не знаю, просто. Тут вообще какие-то перегородки стоят, как они преодолели? И почему они не улучшаются? Или это просто какие-то, или это не основные, а или они же, кто не улучшаются? Так. Как все, как все? Интересно и сложно. Так, давайте тыкву посадим, не знаю, что это. После этого выйдет. Ну давайте, ладно, стражников начнем. Опа. Приветствую. Дофига стражников я сделал. Если 50 тысяч, так могу их выделить. Давайте. Давайте, пацаны, бейте эти штыки. Потом мы их еще на Хэллоуин поставим. У нас будет самый лучший Хэллоуин. Из настоящих живых стыков. Опа, это ваш синий флаг здесь отлично. Так, а чё они, чё они ходят? Всё, всё, манитесь, куда вы ходите. Вон, какие-то тут еще валют между собой. Ух ты, уже вышку лакнули. Они и других пытаются захватывать. Ух ты, фиолетовый-то, раскачался. Ну-ка, рабочего нет, рабочему пока ничего не надо сделать. Так, на меня, конечно, сейчас захватят. Давайте я, ладно, попробую просто башню вот так вот. Вот так вот, и вот так вот. Свою основную базу, типа, защитил. Что за фигня? Откуда какой-то предатель записался или чё это? Так, можно лучников еще сюда поставить. О, не хватает, кстати, пищи. Блин, игра прикольная. Слушайте, такая, да, простенькая, такой минимализм. Но он затягивает, вообще жуть. Так, надо, наверное, рабочих больше. Реально, только, вот, смотрите, у меня дофига рабочих, но они... Все деревья здесь уже переэто... Перефигачили. То есть, как быть-то? Так, я захватил, типа, эту штуку. Башню нельзя передвинуть, да? Банк. Банк производит золото. В круге может быть только один банк. Ну, давайте банк построим. Банкируем мне такие все головы. Ну, вот, золото, только на чё оно надо? Я не понимаю, у меня рабочих достаточно или это слишком мало считается у меня рабочих? Давайте я сюда еще тоже рабочих. Я могу драться. Рабочие рваться в бой. Как это мило. Так, а здесь чё-то их... Нихреносибе чё-то их там... Много, ребята. Давайте полученьков назад немножко. Так, что нам нужно? 150 пищи. Что у нас медленно пища идет. Надо рабочих побольше. Ну да, я... Медленно, конечно. Я надо было в производство сразу ударяться. Но в конце концов это первый взгляд. Так что, кстати, пишите, как вам игра. Нужно ли по ней еще видосы пилить, какие именно. Как вот понять, интересно, что здесь достаточно рабочих, а где-то недостаточно. Так, деревянные обломки. 22 дерева. 50 дерева. Я вот не понимаю, если, допустим, закончатся эти обломки. Если все закончится, то чё? Может такое быть, что вообще-то все закончилось? А это чё? Куча золота, нифига себе. Ещё вот здесь вот дерево тоже надо сюда рабочих поставить. Очень прикольный. Конный лучник. Так, быстрый боязнь для ваших специальных операций. А, он золото как раз стоит. Так, чё мне не хватает? Мне не хватает еды. А, то есть ресурсы иногда появляются. Да, тут периодами, я так понял. Вот здесь вот много еды, так что, наверное, сюда надо рабочих побольше поставить. В том, что у меня много дерева, а почему я не могу башню построить? Потому что она тоже пищу требует, нифига. На пищу будь здоров, нужна. Рыцарь. 100 пищи, 120 дерева. Так. Давайте, ладно, я в пищу ударюсь, потому что... Ощущаю её. Нехватка жестная. Вот этот вот сундучок, таинственный ящик. Давай столичное, быстрое. Так. Как мне интересно. Может быть, воин разобьет. Типа ящик. Да, надо идти и убить воинами. Очень прикольная игрулька. Жаба-человек. И чё он? Я им управляю. И управляю жаба-человеком. Гигантский жаба-человек. 80-ое явление. У него экспириенс есть. Слышите? Тут ещё у них экспириенс личный. Смотрите. Офигеть. И чё я ему могу назначить? Он будет собирать ресурсы или чё? Жаба-человек. Чё ты можешь-то? 12. А, он боевой. Потому что у него 400 хп. Да, он боевой. Так, ладно. Пусть туда он к этим идёт. Сейчас фиолет. На фиолетовый попробую. Целитель. Целитель-то сколько стоит? 500 золота, блин. Всё золото в нацелителе бахнул. Ну ладно. Так. Я могу драться? Да, я тоже могу драться. Мы всем можем драться. Будем же драться. Так, а вот эта тыква чё стоит? 200 дерева. Надо, короче, тыквы сажать. Потому что голубика. Тут, конечно, они спаунили. О, новые рецепции. Ну-ка, нифига себе. Это чё такое? Мастер рабочий. 60% быстрее на пересечённой местности. То есть он... Они прокачиваются на сборе. И... И, короче, все такие довольные, типа. Так, чё же мне взять-то? Огненная башня. Мятежники. Ой, а почему они... Блин, надо вот сюда было поставить. Так, чё мне там опять не хватает? Дерева теперь не хватает. А как мне дерево-то? Вот сюда, что ли, надо рабочих? Так, одного конного лучника, одного рыцаря, ещё одного рыцаря. Да, их тут... Ой, ой, как много их тут. Какие опасные-то. Стражники. Надо сюда ещё воткнуть башню, чтобы она их прикрывала. Блин, очень прикольный игруик. Смотрите, у меня какие-то новые фигни, что-то. И вот здесь можно покупать различные существа, грибы. Лавка жизни. Так, ну-ка, за 500 пищи я могу... Два брони всех стрелков. Урона всех стрелков, лучников и волшеб. А, и башек. Да, смотрите, прокачал ещё второй уровень из прокачки. Так, броню ближнего боя даже могу прокачать. Ну, давайте для начала вот сюда вот эту башню воткну. Чтобы они под прикрытием, так сказать, были. Где-то там вообще в воде живут водные люди, блин. Ну-ка, если я снесу, допустим, башню одну, могу её снести вообще, нет? Как я? Или переставить её, нет? Нет. Вроде нет. Можно тебе просто... Не понимаю, как это сделать. Так. Банк. Давайте сюда поставим банк. И сюда поставим банк. А ещё один банк можем? Нет, один только накрую. Это я проверял вас. Отлично. Морозная башня. Морозная башня атакует морозом. Значит, можно её... Ну ладно, здесь у нас всё защищено. Можно вот сюда, я не знаю. Можно ещё мельчевкать. Чужих так много-то там, откуда, господи? Ядовитую башню можно сюда воткнуть. Ну и, конечно же, рабочих побольше на дерево. А на дерево побольше тыквы. Так, ну и ещё, пожалуй, одного целителя. Остальное можно стражника купить. Блин, мне кажется, они меня, конечно, замочат, какие гады. Топор-метатель одного даже возьму. Нужно побольше, наверное, ближников. Новые рецепты. Рецепты это чё, они добавляются в общую копилку или как? Ух ты, сила какая у них, сила показывается. Так, сила 80. Так, подождите, я запутался. Если сила 80, а как определить, какая у меня сила? Почему у некоторых показывается сила, у некоторых нет? Вон, монстры снизу. Может, мне на монстров пойти или мне лучше на фиолетов пойти? Давайте ещё рыцаря одного, даже двух. Я даже побольше рыцаря осознал. Ладно, была, не была. Солью, так солью. Солью, так солью. Погнали. Ну, а я, по-моему, солью. Блин, нафига. Что-то мои разбилились. Ой, а мой этот человечек-то фигачик. Давай-давай, фигачик. Фигач, фигач, зафигачивай. Неужели? Вперёд на подмогу своим. Могой они здесь, не могу их. А этим что, нечего собирать, что ли? Только видишь, их надо вручную. Вот эти грибы. Новый рецепт. Так. Ну, хотя бы я когда вот эти вот штуки создаю, они сами начинают вот добывать. Хорошо. А вот с деревьями беда. С деревьями беда. Красный дракон. С деревьями-то что делать? Лавка жизни. Получай дополнительные жизни, чтобы самые важные бойцы дольше выживали. Лагерь различных существ. Так, настрой атакующий. Банк. Ну, рабочих сюда можно создать тоже, пусть работают. Мои теперь пусть идут на мятежник. Я боюсь с двух сторон. Зеленый человечек у меня, он как нагибает, растет, можно сказать. Растет на глазах. Так, я могу еще апнуть. 300 дерева, 300 пищи, наверное, надо апнуть. Не-не-не, куда вы, куда вы, куда вы мои зарашили, прям, смотри. Как понять, сколько рабочих лучше на одну эту штуку? Хорошо, здесь край мира, здесь хотя бы они сразу не захватят. Край мира, это хорошо. Так, а почему территория к мне не приближет? Давайте я еще прочекаю, у всех ли я воинов. Власть захвачена. Отлично. О, неплохо, у меня уже 6 территорий. Тоже сюда рабочих сколько-то. Естественно, рыцари. Давайте выдвигаемся дальше. Не хватает кнопки выбора всех сразу. Чего же не рашит-то под две территории, зараза? Захватил, отлично. Не хватает, наверное, здесь мультиплеера. Рыцари, конечно, крутые у меня, они прям рашят, любят, и все, и не хопили. Просто всех только мучат сразу, и все. Ну, только они разделяются, потому что, конечно, милы. Они нападают. Ну, раздерились, гаммы. О, зеленого чулачка мы его не убили, а зеленое. Где мой зелененький человечек? Я проиграл, походу. Да, супостата на меня, блин, напали. Мне понравится обменная башня, а как мне понравится седовитая башня? Как мне понравится, блин. Мне понравятся лыжники. Мне понравятся фонные лыжники. Что, уже не такие крутые гады? Так, банк. Как-то нет, где банк есть, а где его нету, чтобы быстренько. Не хватает, это, конечно, опция. Так же непонятно с деревом, что делать. Не хватает опции выбора сразу всех войск. Сильная пастата. Блин, башня моя, сейчас разрушит гады. Отметатели какие-то, конечно, не жуткие. Но это было ожидаемо, что я проиграю. А, нет, дали дёрну. Непонятно. Вот, видимо, вся карта. Я, наверное, её открыл. Мне надо до ничьей вниз продвигаться, чтобы больше территории захватывать. Теперь меня розовый напал. Мои крестьяны после атакы. Гады. Малышники, это, с одной стороны, круто, забыть, что они... Блин, вот бесит, что они что-то добыли, а потом перестают добывать. И простаивают. А ты не успеваешь отслеживать это. Естественно, компьютер-то отслеживает лучше. Так, это лучшеньки, причём, это не мои лучшеньки, наверное, сильные. Видимо, не мои, потому что я не могу их выздить и не управлять. Ещё здесь вот три клетки. Надо было, конечно, мне быстрее выдвигаться, но... Так, ещё дерево. А как тут вот дерево так же, чтобы было возгновляемо на ресурсах? Со временем растет становится больше. Всё, конечно, прикольно, но... Деревьев там и нету. Так, здесь можно купать различных существ, грибы. Так, ещё тысячи деревом не нужны. Посмотрим, как они у меня тут справятся. Всё, всё. Слились, гады. Посмотрим, как вы с моей толпой справитесь. Всё, паспорно. Всё, паспорно. Всё, паспорно. Надо бы эту башню сюда воткнуть. Сюда башню. Сюда башню. Сюда башню. Бесит, что я только один тип башен втыкаю. Вообще, в принципе, на пищу можно, да, попробовать их. Зеленые обломки. Почему они не работают? Что, надо вручную задания раздавать? Огромный банк. А что, там склад разрушен, типа, так? Лай захвачен, ну, отлично. Они меня тут захватывают, что ли, или что? Вроде нет. Ну, они как-то немножко тупик, конечно, они меня могли бы захватить, когда, вот, у них, там, возможно, было удобное. Ну, они захватили, спасибо им за это. Так, у этих, что тут рыба закончилась. А, вот, как только она появляется, периоды она появляются, они сразу начинают ее фармить. Тут, собственно, такая же схема тут рабочих. Я слишком много тут не создавал. Можно было поменьше, конечно. Можно улучшить. То есть, схват, точнее, улучшается, как-то. Так, захватил, да? Отлично. Давайте вот сюда пойдем. Вообще, надо опнуть острые мечи, тыщи пищи. Так вот. Где-то у меня банка-то нету, господи. Ну, че, мало вам, гады? Ну, че, мало вам, гады? О, какие-то, видимо, основная база. Ребята, вы почему ничего не фармите? Тут нечего фармить, что ли? Ух ты, волшебник 3000 золота. Ну, это он по области. Волшебник, это прикольно, конечно, но он не такой уж он прям. Хотя, может и крутой, я просто еще не понял этого. Так, че я там построил? Вот эту фигню, лавка жизни. И че я в ней могу? Друид, колдун ярость, дополнительная жизнь. Такучи, чтоб забрать, дает шанс воскресенье после смерти. А это че, гоблин? 150 тысяч из здоровья, 180 вон. Взрывной грипп, цена 200 дерева. Ядовитый грипп. Грипп исцеления. Пренечтожение вселяется и дружеских существ в округе. Призрак, нифига. Теренбрасль, спец. Где, где, где нам? Ох, интересно даже. Да, я призрака, нифига себе призвал. И он их мочит круто. Правда, он похож не на призрака, а на то, что другое, но ладно. Теренбрасль поражение ополчили ай-яй призрак у него машет так но в принципе мне надо еще просто тыквами как-то успеть все засажать чтоб они подфармили а вот здесь еще у меня рабочих нету так они пошли и короче меня на банку а 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 так но у меня больше чем половина карты вроде бы а а а а а а а а ресурсы появляются очень медленно здесь печаль а 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 Как приносит пища больше, блин. Тяжело с ними, но в принципе вот по ощущениям я думаю вопрос времени, когда их сумею убедить, хотя может быть я ошибаюсь. Запиливайте его, что вы стоите-то, запиливайте его, господи, вот они чуть-чуть отбывают. Куда они идут, если у них рядом враг, я их заспавнил. А так игра очень прикольная, приятная графика, вообще тут вся идея, схема с этими номерами очень такая, не знаю, как сказать, казуальная, прикольная идея. Ну вы поняли, мне понравилось. Страчить японенты, ставьте лайки, если не подписаны, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание.